Привет! Если ты не хочешь слушать долгое вступление, можешь перемотать, все тайм-коды есть в описании. Мы начнем. Данное видео я готовил давно, и я, в общем-то, сейчас хочу рассказать вообще, зачем это все, что мы сейчас будем делать, что это, как это применить, как этим заработать и так далее. Значит, говорить мы сегодня будем о топ-лупах. Единственная поправочка, я сейчас по определенным причинам вынужден работать в мультимедийных наушниках, поэтому, конечно, результат может быть немного странноватым, потому что я сейчас все делаю в недорогих АКГ. Но, я думаю, основную суть вы уловить сможете. Значит, что такое топ-лупы? Топ-лупы — это лупы, которые чаще всего пишутся для электронной музыки, которые используются в ее производстве. Основные потребители лупов — это как продюсеры музыкальные, так и диджеи. В большей степени, конечно же, это диджеи. Используются они в основном для создания миксов, ну, также, в принципе, для продакшн-музыки в том числе. Чем они хороши? Ну, вообще, давайте послушаем, что такое топ-луп. Топ-луп представляет из себя какой-то набор высокочастотных инструментов, то есть перкуссии. Не лучший, конечно, пример, но все же. То есть, это когда у нас нет бочки там и чаще всего нет еще снейра. Ну, обычно присутствует клэп, но не всегда. Это ускоряет музыкальное производство и, в целом, делает работу с микшированием треков намного проще. Я думаю, это мы уяснили. Далее, что с этим можно делать? Это все дело можно продавать. Если вы научитесь делать прикольные топ-лупы, вы можете либо их продавать на аудиостоках, ну, что не совсем прибыльно, но все-таки может приносить некую прибыль. Также вы можете делать свои луп-паки и распространять их, как вы там хотите, за донаты на торрентах, или же, может быть, вы там найдете какие-то другие площадки. Может быть, у вас там есть группа ВКонтакте, или там в Телеграме вы можете их продавать. В общем, я не знаю, там как угодно. Ну, и третий вариант – это отправлять свои лупы различным разработчикам, луп-мастерс и так далее. И если ваши работы интересные, то вы будете получать некую комиссию с продаж сэмпл-паков. И на самом деле это может приносить… Ну, конечно, жить на это целый месяц вы вряд ли сможете, но приносить комиссию, на которую вы сможете там себя задабривать ништяками – это 100%. Мне сложно сказать о том, ну, сколько вы сможете лично зарабатывать на этом, но, например, там иметь 100 долларов в месяц – это вполне себе реально. Значит, теперь о том, что мы будем делать и как мы будем делать. Я буду использовать стандартные инструменты FL Studio. Для чего? Для того, чтобы просто, ну, сейчас не искать каких-то звуков, каких-то сэмплов, потому что их поиск займет время, вот. Но в любом случае лучше, конечно, использовать ваншоты, которые стилистически друг к другу подходят. То есть, если вы посмотрите здесь, да, вот у нас есть какая-то определенная библиотека, вот. Все они приблизительно стилистически похожи. Но вот если мы послушаем вот эти… И вот эти, они друг к другу не подходят. То есть их подружить между собой будет сложнее. Поэтому на первом этапе я советую вам пользоваться какими-то ваншотами из библиотек, таких, ну, знаете, как из одной драм-машины, скажем так. Они стопроцентно будут между собой хорошо сочетаться. Далее. Мы можем использовать для написания лупа нашу вот эту секвенцию, да, которая есть, например, в FL Studio. То есть здесь мы можем загрузить несколько инструментов и вот таким образом там прописывать их. Но этот мне метод не очень близок, потому что мне удобнее работать через FPC. Также мы можем использовать и здесь, то есть просто накидывая сюда сэмплы. Но таким образом мы не сможем управлять Velocity, что тоже не очень удобно. Поэтому я выбираю для себя FPC. Это очень классная драм-машина, если так можно сказать, сэмплер классный. Он очень удобный. Вы можете здесь посмотреть, что есть здесь достаточно большой набор инструментов. Мы же его открываем, нажимаем Empty, у нас все удаляется. И давайте мы начнем с подбора инструментов. И давайте я расскажу, почему это все-таки FPC. Ну, во-первых, если мы сюда сейчас накидаем инструменты, то, открыв Piano Roll, мы можем их найти здесь. То есть мы можем непосредственно писать ударную партию в одном паттерне. Нам не нужно переключаться для этого по различным паттернам. Это во-первых. Во-вторых, здесь есть удобное управление. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мы можем здесь все автоматизировать без каких-либо проблем. Потому что автоматизация в FL Studio, это, я думаю, многие в курсе, что тот еще геморрой. И что мы можем сделать? Мы можем здесь, например, когда мы уже построили какую-то партию ударных, и у нас, например, играет одновременно этот хэт и вот этот хэт. И мы хотим, чтобы в какой-то момент у нас, например, в лупе не играл вот этот хэт. Мы просто его выбираем, нажав на него, нажимаем здесь вот рядом с кнопочкой Mute, точнее вот с этой кнопочкой Mute, мы нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Create Automotion Clip и можем его замьютить, либо потом его размьютить. То есть, соответственно, мы можем таким образом управлять звуками, ничего не удаляя из паттерна. Это очень удобно. Во-вторых, тут есть три основные крутилки, которые нам могут потребоваться. Это громкость, соответственно, пэн влево-вправо и высота звука. Вот, все это организовано здесь очень удобно. Далее, здесь мы можем сделать отправление на любой из каналов. То есть, каждый инструмент мы можем отправить на любой канал. Плюс ко всему, тут для каждого из сэмпла есть ADSR, который нам может пригодиться для создания того же самого звука Open Head, если он слишком длинный, мы можем его подрезать, отрегулировать ему релиз. А также настройки данных инструментов. Да, здесь, кстати, есть реверс удобный. Также мы можем все это дело скопировать для какого-то другого инструмента. И все это будет классно работать. Тут есть все для того, чтобы работать с лупами и создавать лупы. Теперь о том, какие лупы должны быть и что вообще важно. Во-первых, луп, я не знаю уж, делаете вы его для себя или вы будете его делать на продажу. Если вы делаете его на продажу, да и, в принципе, и для себя, луп подразумевает то, что он должен быть готовым. Он не подразумевает дальнейшее сведение. То есть, это очень важный момент. Он должен сразу звучать хорошо. Это значит, что у него не должно быть какого-то очень широкого пространства, он не должен быть размазанный и так далее и тому подобное. То есть, если, например, сам продюсер или диджей, который захочет воспользоваться вашим лупом, захочет создать пространство ему, он это сам сделает через посыл. Вам этим заниматься, заморачиваться не надо. Но при этом луп не должен звучать сухо, там не должно быть какой-то низкочастотной грязи. Поэтому в плане звучания сэмплов нужно подбирать изначально хорошо звучащие сэмплы. Без каких-либо вот этих вот хвостов после звуча, которые могут мешать звучанию других инструментов в миксе. Но это скорее для коммерческого использования, если вы делаете. Момент второй. Если мы говорим о каком-то сведении, о каком-то микшировании, имеет смысл использовать хорошие инструменты. Хорошие инструменты обработки. То есть мы должны исключить, например, Fruity Parametric EQ2. Это отвратительный эквалайзер в плане своего звучания. То есть он выполняет, да, может выполнить какие-то базовые функции эквализации, но то, как работает здесь низкочастотная полка и низкочастотный фильтр, или высокочастотный фильтр, это ужасно. Он плохо звучит. Он очень сильно крутит фазу и крутит ее очень некрасиво. Вот, поэтому я вам советую избегать вот этого эквалайзера и использовать какой-то, ну, какие-то хорошие плагины. Соответственно, либо их купить, либо сами знаете, откуда взять. Но, в принципе, для работы нам подойдет FabFilter Pro Q3. Здесь есть все, что нужно. Тут есть, соответственно, фильтры. Возможность работы с mid-side составляющей, слева, справа. В общем, все, что нужно. Да, есть динамическая эквализация, которая, в принципе, мне не особо нравится, как она работает на Q3, но все-таки ее можно использовать. В общем, тут есть все, что нужно. Для мастеринга же, ну, как так называемого мастеринга, я использую BX2098. Это очень крутой эквалайзер, который мягко работает с сигналом, имеет при себе вот моно-мейкер, стерео расширение, очень непонятная ручка, которую я до сих пор не прочитал, чем занимается. Но, я думаю, не суть. В общем, фильтры. И самый главный тут есть, да, опять же, с MS работа. Лево-право, то есть, короче, он двухканальный. Теперь о том, еще раз, о звучании. У нас не должен наш луп, да, в оконцовке играть в районе, там, минус 15 или минус 12 дБ. Нет, он должен быть, по громкости, должен быть максимально громким. Это не значит, что он должен упираться в лимитер головой, да, и срезаться, там, вообще, то есть, звучать плохо. Нет. Но он должен звучать так, чтобы человек мог его добавить себе в микс. Да даже вы могли себе добавить его в микс. И он сразу круто звучал. Звучал хорошо, широко и так далее. Для того, чтобы сделать его таким, чтобы звук был хорошим, для этого я вам советую скачать себе, например, Loop Masters, потому что они делают классные лупы. Ну, в принципе, с другой стороны, вы можете скачать любой, какой вы хотите, да, какой-то просто известный бренд, который выпускает сэмплы. Открыть в этом сэмпл-паке любой топ-луп, послушать его и под него уже его сводить. Ну, или там мастерить, или сводить. Но в любом случае, я этим сейчас заниматься не буду, потому что это займет большое количество времени. Я просто покажу, как я собираю лупы, покажу, как я их, скажем так, собираю, да, и как я их редактирую, то есть, какие-то основные такие моменты. Вряд ли кто-то из вас, наверное, знает что-то новое отсюда, но, может быть, вам будет интересно. Так что давайте приступим. В какой-то момент OBS прекратил записывать звук, с FL Studio это просто великолепно, поэтому начинаем сначала. Я остановился на том, что хотел искать звуки для нашего лупа. Давайте начнем. Значит, я хочу начать с хай-хетов, и нам нужен основной хай-хет. Давайте выберем вот этот хай-хет как основной. Он немного как будто бы открытый, но я думаю, что это будет окей. Выберем наш хай-хет, и здесь сразу его переименуем в MHH. Это будет означать, что main хай-хет. Теперь возьмем какие-то второстепенные, которые будут подыгрывать нашему хай-хету. Можно попробовать вот этот. Можно еще взять вот этот хай-хет. И нужен какой-то один открытый. Но 909 точно не кстати. Но давайте еще возьмем вот этот. Теперь нам нужно подобрать какую-то еще высокочастотную перкуссию. Во-первых, я думаю, нам нужен тамбурин какой-нибудь. Это плохой тамбурин. Ну, вот, кстати, яйцо. Добавим яйцо сюда. Добавим тамбурин. Можно еще, что нам может пригодиться. Давайте. Тамбурин мы можем сделать в стерео. Но для этого мы не будем создавать отдельный канал. Мы добавим наш тамбурин вот сюда. Вот у нас будет здесь два сэмпла играть. И смотрите, мы их сразу сделаем в стерео. Разведем сюда 60% и сюда 60%. И что у нас получится? Ну, такой прикольный звук. Правда, мне не очень нравится, что в правом канале он как-то отзвучивает. Но ладно, это не так страшно. Дальше, что у нас еще было здесь? Мы все это дело удалили. Давайте только уберем имя с нашего пэда. Нам нужен какой-нибудь еще высокочастотный звучок. Пускай будет вот такой. Все, высокочастотный у нас перкуссия готова. Давайте теперь перейдем к клэпам. Вот такой у меня будет главный клэп. Он мне будет играть посередине. И мы его тоже сразу назовем main клэп. Также мне нужны боковые клэпы, чтобы создать стерео. Ну, пускай будет один такой. И один вот такой. Отлично. Вот эти клэпы у нас будут играть одновременно. И мы сделаем из них опять же стерео. Но я здесь их запустил в разные каналы. В принципе, это не так важно с одной стороны. Но с другой стороны, сейчас поймете, почему я не сделал то же самое, как с тамбуринами. Давайте этот мы отведем влево на 50%. И вот этот мы отведем вправо тоже на 50%. Почему не на 100%? На самом деле мы можем развести их на 100%. У нас получится очень широкий клэп. И с одной стороны, во многих лупах такое часто бывает, что клэп играет очень широко. Но в этом случае мы можем получить... Если, например, мы захотим использовать без снейра, то будет вот это широкое размазанное звучание. Это будет не очень прикольно. Но с другой стороны, если будет подыгрывать в этот момент снейр, то это будет звучать здорово. Я здесь сейчас снейр использовать не буду, потому что я предполагаю, что в будущем я захочу свой какой-то... Ну, или человек, который будет использовать, он будет использовать какой-то свой рабочий барабан. Поэтому я здесь оставлю только клэпы и немного их сцентрирую. То есть мы разводим их не так широко, как можно было бы развести. Но никто вам не запрещает по 100% разводить. Хотя я все-таки на 100% не развожу никогда, потому что это очень сбивает сильно фокус с центральной части композиции. Но это, опять же, это уже все на вкус и цвет. Теперь нам нужна какая-нибудь перкуссия низкая. Давайте попробуем такую. Такую около-киковую. Ну, давайте попробуем еще такую. Я не знаю, мы, может быть, не все будем использовать. Даже не может быть, а скорее всего. Отлично. Теперь я переименую, назову это дело все FPC. И отправлю вот на 38-й канал. Ctrl-L. Выбрали, соответственно, добавили. Начнем. И начнем писать. Начнем мы писать, соответственно, с клэпов. Для начала о клэпах. Вот у нас здесь где-то есть наш M-клэп. Вот он. Он у нас играет по центру. Соответственно, делаем его, как обычно, на сильные доли. На слабые доли. Прошу прощения. Запутался. И сейчас для наших клэпов нам нужно нарисовать ADSR. Объясню зачем. Чтобы клэп играл столько времени, сколько у нас длится нотка. Это все нужно для создания грува, но об этом чуть позже. Итак, берем наш клэп. Делаем ему вот такой приблизительно рисунок. Ну, какой-то коротенький, да, совсем. И делаем ему небольшой релиз. Запомните, релизы вот так вот никогда нельзя делать. Вот так. Это очень плохо звучит, неблагозвучно. И все это может... Ну, когда звук резко обрывается, это не звучит натурально. Вот. Теперь возьмем и активируем эту функцию. Далее мы нажмем Copy. И вот сюда вот мы все это дело копируем для всех наших клэпов. То же самое мы можем сделать и для нашего открытого хета. Нам это пригодится. То есть открытый хет у нас тоже будет затыкаться в определенный момент. Он не должен нас перекрывать и начинать звучать в определенном... Ладно, об этом потом. Теперь давайте мы настроим вот что для наших яичек, тамбуринов и так далее. Сделаем Cut и Buy по нулям. Это нужно для того, чтобы на наших звуках они... Ну, то есть если у нас играет вот этот звук, да, чтобы он не перекрывался друг на друга, чтобы они не накладывались. С клэпами нам это не грозит, но, в принципе, с перкуссией тоже. Единственное, то же самое сделаем для высокочастотных инструментов, для хай-хетов и так далее. Все, настройку мы закончили. Давайте теперь рисовать. Далее вот у нас есть еще два клэпа, которые у нас играют в стерео. Давайте их добавим. И я предлагаю наши клэпы сделать чуть-чуть вперед. Вот таким образом. Это обычно прикольно звучит, когда клэп играет немного впереди, немного за линией такта. Насколько делать, это уже ваше дело. То есть, ну, это создает некий грув. То есть у клэпа как будто бы появляется такое придыхание. Здесь еще мы можем как сделать? Мы можем вот этот клэп сместить сюда. Но если мы потом впоследствии услышим, что у клэпа потерялась атака, мы вернем его к нашим остальным хэтам. К клэпам, прошу прощения. Послушаем, как у нас звучат клэпы. Сделаем нормальный темп. Мы пишем под хаос, поэтому 125 ударов сейчас для хаоса это самое то. Давайте теперь разбираться с хай-хетами. Сделаем стандартный для хай-хета ритм. Сделаем их вот такими. Здесь чуть-чуть отрубим. Сделаем вот так. И то есть мы имеем вот такой рисунок. Но очень многие часто забывают про то, что хай-хет тоже должен как бы прокачивать. То есть вот так он сейчас будет играть не очень прикольно. Как будто бы драм-машина хреначит. Это не здорово. И поэтому мы наш хай-хет делаем вот таким образом. Чтобы он у нас поднимался. Его звук. То есть получается, что мы делаем некий сайдчейн. Хотя мы дополнительно еще потом будем сайдчейнить все. Все, у нас появилась динамика. У нас уже как-то все это более-менее играет поинтересней. Теперь давайте добавим вот эту нашу перкуссию. Ну это как бы тоже хай-хет. Давайте какой-нибудь рисунок ему создадим. Пусть он играет вот так, наверное. Вот. Я думаю, что это подойдет. И здесь попробуем как-нибудь вот так. Ну, в рамках примера, я думаю, пойдет. Хотя мне не очень нравится. В нем еще есть достаточно большое количество середины, которые нужно будет вырезать. Про это надо не забыть. У нас есть еще вот этот хет. И давайте попробуем вот так сделать. Вот. Мне кажется, она поинтересней. А вот этот хай-хет мы, например, можем добавить только в каких-то определенных местах. То есть разнообразив тем самым ритмически нашу партию и разнообразив ее от такта к такту. Можем также немного сместить нотки. То есть смещение ноток – это всегда хорошо звучит. Как видите, не всегда хорошо. Давайте теперь добавим яичка. Яичка. Значит, что по поводу тамбуринов, яичек и вообще шейкеров? Не нужно никогда их делать очень громкими, потому что высокие частоты имеют огромное количество энергии. И если вы сильно перегрузите вот такими перкуссионными инструментами микс, у вас все внимание к миксу сместится вот к высоким частотам. Они заберут все внимание от низа, и трек тем самым развалится. Все-таки электронный хаос-музыка – это про басы. Поэтому, насколько бы ядовито и здорово не звучали лупы, все-таки они должны оставлять место для основных инструментов – лидов, басов, бочек, снейров и так далее. И шейкер звучит здорово тогда, когда его еле-еле заметно. То есть он создает какую-то такую атмосферу, не атмосферу, я не знаю, как это назвать правильно. Он создает просто какое-то движение на высоких частотах. И очень часто это хорошо, когда он звучит где-то далеко. Смотрите, сейчас послушайте вот так. Вроде как прикольно, но если мы сделаем его совсем тихо. Вот, он где-то там бухтит, и черт бы с ним. Сейчас, когда мы все это еще начнем разводить по каналам, все это станет намного лучше слышно. Но лучше все это дело, когда вы собираете, я сейчас выкрутил, сделал в моно, собирать это в моно, чтобы вы прекрасно понимали, какие звуки каким звуком мешают. То есть изначально свели их правильно по громкости. Добавим хай-хеты. Давайте попробуем поправить у хай-хетов высоту. А давайте попробуем другие хай-хеты найти. Мне что-то совсем не нравится, открытый хэт. Попробуем вот этот. Тут это только удалим. Вот, он вроде уже ничего так, более-менее получше. А теперь у нас остались наши тамбурины. Попробуем, например, его сделать на сильную долю. Давайте попробуем вместе с открытым хай-хетом сделать. Но мне кажется, что так получше как-то. Можем для разнообразия, опять же, сделать где-то раньше, где-то позже. То есть вот такие микроизменения вы не заметите. Имеется в виду с точки зрения, очевидно, изменений вы не услышите. Но ваш мозг эти микроизменения все услышит. Вы то же самое можете сделать вот здесь вот с яичками. Побольше вот таких вот маленьких смещений. И для мозга это будет казаться более интересным и более разнообразным. Когда мы вот это все сделали, я хочу рассказать про длительность нод. Смотрите, зачем мы создавали ADSR. Если мы сейчас сделаем наши тарелки очень короткими, да, очень длинными точнее. Ну, например, сделаем их вот такими. Они как будто бы заходят на вот эти звуки следующие, да, и это звучит неприкольно. В груве, точнее в груве, грув создается за счет того, что какие-то инструменты как бы затихают, да, происходит микропауза, и другие инструменты начинают играть. И вот это вот лучше, то есть если мы сделаем, например, сейчас звучание хай-хай-то таким, мы получим более интересный грув. Давайте для того, чтобы в рамках примера, я просто сюда сейчас возьму более длинную тарелку, чтобы вам показать. Смотрите, я добавлю 808-ю. Этот мы пока отключим и послушаем. Смотрите, я сейчас сделаю их очень длинными, они как бы будут заходить на наши клэпы, и это будет как-то делать ритм дурацким очень. Не то чтобы он дурацкий, но нету какого-то движения, вот этого отрывистости какой-то. Если же мы сейчас сделаем их, то есть мы будем делать их покороче, вы услышите, что это звучит намного лучше. Вот, думаю, вы поняли, о чем я говорил. В общем, в целом вы, конечно, можете делать как угодно, то есть если стилистически прикольно, что хай-хэт играет вот так, то делайте его таким. Дополнительно можно сюда еще добавить какой-нибудь райд. Но я этого делать не буду. Хотя райд обычно звучит здорово. Ну давайте попробуем. Можно даже сделать пробежку по райду. Ну, если, наверное, будет не так очевидно играть, будет поинтереснее. Теперь давайте райд отведем вправо. В общем, сейчас начнем все это дело мы раскидывать по каналам. Что я хочу сделать? Значит, райд я уже сделал справа. Теперь смотрите. Вот это моя перкуссия, да, хай-хэт открытый. Я отведу вправо. Но отводить я сильно вправо не буду. Так, во-первых, мы уберем моно, чтобы все это слышать. Отводить мы вправо сильно не будем, потому что, опять же, чтобы не терять центр. Но все равно мы его немного освобождаем. Идем сюда. Я забыл уже, что я тут натворил. А, да, мы вот эту. Хотя давайте, наверное, 808 и оставим. Вроде он как более-менее звучит. Пускай будет он. Отправим чуть-чуть вправо. Теперь смотрите. Прежде чем мы будем отправлять вправо, хочу кое о чем рассказать. Когда вы расширяете звуки, ну, когда многие вообще расширяют звуки, часто пользуются таким инструментом, как в ROOTY SHAPER. Я сейчас объясню, почему это плохо и почему не всегда его надо использовать. Давайте отправим нашу тарелку на какой-нибудь канал. Например, на 39-й. Назовем ее сразу Open Hi-Hat, чтобы не забыть, что это такое. И наша вот эта тарелка Open Hi-Hat, мы сейчас ее сделаем не просто вправо, а как бы с помощью стерео шейпера. Теперь, если вы не слышали от меня, я сейчас кое о чем расскажу. Наша система слуха, она бинуруальная. У нас есть два уха, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Соответственно, это расстояние, это наша голова. Звук, он достаточно медленный, ну, по сравнению, например, со светом. И наш мозг успевает понять разницу по времени для наших ушей. Сейчас объясню. Представьте, что слева от вас находится объект, который источник звука. И этот источник звука, когда будет звук до вас идти, он в левое ухо будет приходить быстрее, чем в правое. По одной простой причине, правое ухо дальше, чем левое от него. Кажется, что это очень маленькое расстояние для звука, но на самом деле этого расстояния достаточно, чтобы наше ухо могло понять, что звук находится слева или справа. Это буквально полторы, две, три миллисекунды. Я уж там, ну, все зависит от размера вашей головы. Но этого расстояния хватает для того, чтобы мозг определил, что источник звука находится слева или справа. То есть, если, например, источник звука слева, то у нас в правом канале происходит задержка. Вот мы сейчас справа делаем задержку, и сейчас хай-хэт будет казаться для нас справа. Поэтому такой метод, который называется еще метод хааса, это не всегда самый лучший прием для того, чтобы делать и звук, и стерео. Если вы хотите расширить ваш звук, какого-то лида или еще чего-либо, лучше прибегнуть не к эффекту хааса, а к тому же самому хорусу, причем в соотношении каком-то там dry-wet, небольшом, да, или использовать реверберацию, использовать многоголосие и так далее. Есть очень много еще вариантов того, как можно сделать подобное серию расширения, но вот в этом случае, запомните, это работает вот так. А теперь, то есть я сейчас отправил таким образом хай-хэт вправо, и теперь для того, чтобы это ощущение справа усилить, я добавлю сюда эквалайзер, и на эквалайзере я сделаю вот что. Я и частоты присутствия, то есть в районе 3-4 Гц, я здесь использую стереоплейсмент, и сделаю в правом канале, в правом канале, меньше высоких частот. И теперь мы в одном из каналов сделали меньше присутствия, и как бы мы освободили один из каналов, да, для других каких-то инструментов. В нашем случае, правда, я это сделаю в левом канале, чтобы у нас наши хай-хэты слева звучали более ясно, то есть только в левом канале я убрал. Наши же хай-хэты, которые у нас основные хай-хэты, мейн хай-хэт, я отправлю в левый канал. Вот мы их выбираем, и отправляем их немного в левый канал. Тем самым мы получаем, ну, то есть мы освобождаем частоты для высокочастотного инструмента, да, и тем самым все это у нас не так будет грязно звучать. Вот, отлично. Что-то уже такое вырисовывается. Теперь давайте добавим сюда какой-то низкочастотный перкуссии. Я предлагаю вот такой, около бочковый. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, как-то уж совсем она по-дурацки звучит, честно говоря. Ну, вот, вроде более-менее что-то такое. Давайте попробуем без этого удара. И добавим сюда вот... Опять же, такое использование перкуссии, оно не всегда оправдано. Объясню почему. Потому что эта перкуссия имеет уже определенный тон. Вам нужно будет подобрать так, чтобы они между собой тонально сочетались. И мало того, инструменты должны между собой... Сэмпл должен нормально звучать при повышении на 2 тонны вверх, на 2-3 тонны вниз. Потому что, возможно, ваш луп будут двигать, чтобы он сочетался лучше в миксе, например, в диджейском миксе в каком-то. И если луп будет рассыпаться при поднятии на 2-3 тонна вверх или вниз, то этот луп уже вам не подходит. Этот, в принципе, я думаю, будет нормально загармонировать. Поэтому оставим как есть. Это все, опять же, только в рамках примера. Ладно, мы добавили их. У нас есть какая-то теперь ритмическая часть. Теперь давайте для того, чтобы получить какую-то основу, мы добавим бочку. Ну, я не знаю, пускай будет такая бочка. То есть сейчас это не критично для нас. Добавили бочку и слушаем, как это все дело у нас теперь звучит. Получили мы вот такое звучание. Сейчас все это друг с другом глушится, гасится и так далее. Давайте сделаем, значит, роутинг нашего кика вот сюда. Я предлагаю попробовать сделать шаффл. То есть здесь покрутить ручку и получить движение ритма немного другое. Что-то мы еще сейчас будем здесь править. Ну, во-первых, давайте вот этот инструмент мы также отведем чуть-чуть. Влево. А вот этот инструмент отведем вправо. Правда, я не помню, вообще его использовали или нет. Пока оставим все так. Значит, что теперь нужно сделать? Теперь нужно понять, какие нам инструменты нужно редактировать отдельно, а какие мы будем заводить в группы. В группы, то есть вот сюда. Ну, для начала вот эту всю перкуссию мы заведем на канал Томс. Сделать это все очень просто. Нажали, правая кнопка мыши, Том, здесь тоже самое Том и так далее. Вот здесь тоже Том. Здорово. Теперь клэпы мы все заводим на канал с клэпами, понятное дело. Все, отлично. Далее у нас вот эти все наши иички и высокочастотная перкуссия длинная. Мы заведем ее на канал Hi-Hat Open. Давайте сразу вот сюда ее сейчас отправим. Вот она и иичка. И наши Hi-Hat. Вот этот, кстати, в том числе тоже мы заводим на канал Hi-Hat Open. Нет, мы его заводим на 39-й канал. Что я делаю? На 39-й канал мы его заводим, как у нас и было OpenHat. А вот этот OpenHat мы уже заводим вот сюда. Потому что мы же его отдельно отредактировали. Теперь смотрите. Вот этот Hi-Hat имеет достаточно много низкой середины. Он где-то там неприятно бухает. Его мы сейчас тоже отправим на отдельный канал, на 41-й. Назовем его Hi-Hat. Ну, пускай будет один. И также его заведем на Hi-Hat. Вот, мы его завели на канал с Hi-Hat. И теперь вот эти тоже хэтики. Вот эти, точнее. Мы тоже заводим на канал Hi-Hat. Я надеюсь, вы не запутались. Вот, я... Ну, и понимаете, что я сейчас сделаю. Hi-Hat. Все. Теперь у нас все наши каналы, они отправлены куда-либо. Да? Давайте послушаем. Что-то все-таки у нас пробивается. По-моему, да. Это Ride. Давайте наш Ride отправим вот сюда. И назовем этот канал Sumbal. И отправим сюда наш... В этот Sumbal наш Ride. Все. Теперь у нас что происходит? Значит, еще раз. У нас все инструменты между собой микшируются. И отправляются на канал Drum Bass. Отлично. Что мы делаем дальше? А дальше нам нужно, чтобы все это начало между собой сочетаться. Ну, во-первых, для нашего вот этого Hi-Hat. Я говорю, что у него неприятная низ. И мы этот низ отрежем. Теперь идем к нашим томам, которые мешают нашей бочке. И для наших томов, которые мешают нашей бочке, мы обрезаем совсем не музыкальным фильтром все, что ниже определенной частоты. Я думаю, что можно смело резать до 200 Гц. Потому что здесь и бас, и фигас, и так далее. В общем, все это нужно освобождать. Ну, теперь на томе мы можем поднять какой-то верх, если он, конечно, есть. Что-то у нас из этого вырисовывается. Начнем, я думаю, с самого начала, сверху. То есть с наших клэпов. Точнее, не с клэпов, а с хай-хетов. Послушаем их. Отлично. Наши хай-хеты мы послушали. Что-то они как-то странно звучат. Но мы не будем сейчас уже с этим разбираться. Потому что видео и так идет уже очень долго. Удаляем весь низ. Неважно, есть он или нет. Здесь его особо нет. Но вот видим, что где-то вот в районе 100 что-то появляется. Этого ничего не должно быть. Если вы собираетесь продавать свои минусы, лупы, я еще раз говорил. Они должны быть уже полностью подготовлены. Ничего там, нигде грязить, ничего не должно. Вот. Это, конечно... Нет, если это звучит музыкально, опять же, эта частота в лупе, конечно, ее лучше оставлять. Но если вы ее не слышите, вот давайте послушаем ее. То есть, ну, она там где-то на минус 80 что-то болтыхается. Нам это нафиг не надо. То есть, потому что при компрессии все это может куда-то вылезти. Я хочу теперь поднять высокие частоты. Но я, соответственно, буду поднимать их, как вы понимаете, не полностью все. А я подниму только стерео составляющую. Точнее, сайт составляющую. Очень странно, почему они так звучат. Давайте разбираться. Вообще, вроде все нормально. Не знаю. Очень странно. Но да ладно, не суть. Что я хочу еще дальше сделать с хай-хэтами? Я хочу, чтобы было, опять же, свободное пространство в центре. И мне этот центр сейчас нужно освободить. Да? Мы идем обратно к нашим хай-хэтам. Открываем. И давайте сейчас будем искать частоты, которые наиболее сильно выпирают в центре. Сделаем здесь мид. И просто сейчас будем прослушивать. И которые наиболее ядовиты будут, будем их немного делать потише. Прослушаем, конечно же, все это в миксе и вне его. То есть, чтобы понять, что немного ли мы там нарезали. Вот. Ну, я думаю, как-то так будет нормально. Переходим к хай-хэт опен. Здесь у нас все то же самое. Мы подрезаем низы. Вот это что-то здесь выпирает. Давайте послушаем, что это. Вот без этого явно лучше. Я предлагаю также здесь сейчас выделить высокие частоты в сайде. Перейдем к нашим клэпам. У клэпов есть достаточно большая проблема. Они у нас расфокусированы. У них нет какой-то насыщенности. И вот я сейчас попробую использовать вот этот вот эквалайзер. Он здорово звучит. Часто очень с высокими частотами. Прям классно. Давайте на нем накинем вверх и посмотрим, что у нас получится из этого. Вот. Все это стало как-то звучать посвежее и более здорово. Сейчас я предлагаю еще использовать здесь компрессию. Компрессор я бы использовал 76-й, но я все-таки от него попробую отказаться и буду использовать Pro-C. Давайте, значит, в чем суть сейчас у нас компрессии? Что я вообще хочу сделать? Я хочу сделать более явную атаку, поэтому я буду использовать очень... Как ее называют-то, господи. Я буду использовать очень жесткую компрессию. То есть я хочу выделить, выдернуть атаку. То есть что мы сейчас сделали? Мы сейчас оставили VAT. Теперь мы VAT отключаем. Оставляем только DRY сигнал. И чуть-чуть перемешиваем VAT сигнал. Без фанатизма, для того, чтобы у нас просто появилась атака. Зачастую этого достаточно целиком и полностью, для того, чтобы обработать клэп. Послушаем все, как это звучит с хиком у нас. У нас теперь клэп стал слишком громко звучать. И смотрите. У нас что-то там в правом канале слишком громко звучит. Найдем, где у нас правый канал. Сделаем его потише. Так, ну, вроде как, вроде как все более-менее уже так собирается. Так, бочку, конечно, я отвратительную нашел. Она очень серединистая. Я, с вашего позволения, кое-что сделаю с ней. Вот, так оно просто как-то, ну, более благозвучно. А то мне прям долбило в уши. Что мы делаем дальше? Дальше мы сделаем с вами следующее. Я предлагаю заняться пространственной обработкой. В целом, вроде как, оно все более-менее звучит. Давайте я еще раз послушаю. И вот, единственное, я хочу посмотреть, что у нас там с райдом. Вот это все вот нахер убираем. Давайте сделаем по меньшему присутствие, побольше высоких. Ну, пускай будет вот как-то так. Пространство. С пространством здесь главное не переборщить. Изначально пространство будет звучать здорово, конечно же. Если мы будем его делать много, все это классно будет расширять. Но я, еще раз, о чем я вам говорил. Человек в дальнейшем, если будет использовать ваш, ну, как бы, все вот это то, что вы делаете, да, он же будет использовать свои обработки. И вот вы сейчас накинете холла, да, вот накинуть его на всю вот эту высокочастотную составляющую, на весь тот топ-луп, можно. А вот если вы сейчас накинете, убрать уже будет нельзя. Поэтому чем суше иногда, тем лучше. Так что, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно просто создать некоторое пространство. Чтобы у нас, ну, ощущалось какое-то стерео, и я предлагаю начать с томов. Для томов мы давайте отправим, хотя мы не будем отправлять, слишком уж много геморроя. Я предлагаю здесь взять рум. Давайте сделаем томы отдельно. Клубная музыка обычно играет в клубе, это логично. И нам нужна, нам не подойдет реверберация, которая будет напоминать холл. Я думаю, это, в принципе, ну, достаточно понятно, да. То есть нам нужно какое-то подобие небольшой, недлинной комнаты. То есть, ну, какого-то вот концерта, концертного зала или какого-то клубного зала. Можно пойти двумя путями. Либо что-то здесь выбирать, искать, крутить, да. То есть что-то попробовать своими руками накрутить похожее. Либо мы можем воспользоваться альтивербом. Не помню, где он тут у меня есть. И, короче, закинуть это все на альтиверб, выбрать там какой-то клуб и здесь использовать. Я пойду по более сложному пути и попытаюсь что-то накрутить. Я что хочу сделать? Я хочу сделать достаточно чистый и короткий зал. Вот. Поэтому мне не нужно там никаких сильно много басовых частот. Я поэтому сделаю здесь угасание баса достаточно быстрым. Высокие частоты будут гаситься немного медленней. И я поставлю где-то вот так. Кроссовер. Вот. Ну и в целом, в целом, наверное, все. Да. И вот количество ранних отражений я делаю большим в посыл, да. Поздних отражений. То есть чтобы не было вот этой сыпучести, которая будет очень много на себя обращать внимания. То есть нам нужно какое-то вот, ну только совсем позднее отражение. Вот этот хоу. Послушаем. Ну и я думаю, в принципе, что-то такое есть. Давайте теперь все это дело вот так сделаем. Конечно, лучше все это дело отправить бы. Так, давайте я сохраню. Сделаю 1, 2, 3. Лучше все-таки это в посыл. Объясню почему. Потому что я хочу это еще проэквализировать. У меня здесь есть какой-то тут канал High Stereo. Я отсюда сейчас удалю все обработки. Давайте отправим сюда томы. И на эту обработку мы сейчас накинем наш все тот же room. Выберем здесь пресет 1, 2, 3, который я создал. Микс на всю. Слушаем. Отлично. Давайте сюда же отправим и наш клэп. Сюда же попробуем отправить наш райд. Сюда же отправим и наши хай-хеты. Смотрите. Ну, в целом, вроде как, все более-менее. Единственное, я почему говорил, что хочу изменить в нем что-то. Я хочу вот этой середины сделать меньше. И второе, что я хочу сделать. Я хочу сатурировать верха нашей комнаты. Добавим сюда Saturn. Уберем здесь. Отрежем. Вот так. Выберем здесь Clean Tube. Сделаем выше. Сделаем поменьше динамику. Включим HQ. Вот. Слушаем. Вот. Вроде бы уже ничего. Теперь о чем я говорил. Очень важный момент. Конечно, решать вам. Но я хочу, во-первых, для нашего вот этого инсерта. То есть, вот что у нас тут. Да, вот для этого канала. А как видите, он у меня идет по ссылам на Insert Bass. Теперь я хочу для него создать sidechain компрессию. Ну, просто sidechain точнее. Я использую для этого вот этот вот Volume Shaper 3. Вот кабель Guys. Использую здесь sidechain soft. И делаю вот такой вот рисунок прокачки. Слушаем. Отлично. Теперь нам то же самое нужно сделать для нашей высокочастотной поставляющей. То есть, я сейчас это хочу сделать на хай-хетах в первую очередь. Конечно, вообще по-хорошему это все должно быть на топ-лупе. То есть, весь топ-луп должен sidechain. Давайте мы, наверное, так и сделаем. Я просто для примера, да. Отправим наш кик на премастер. А вот для драм-бас, куда у нас все будет приходить. Все, кроме клэпов. Ну, давайте, значит, отправим клэпы тоже не на drum-бас, а отправим их на премастер. Теперь у нас вот в этом канале. Если мы сейчас его включим. Блин, нет, не получится так скоммутировать. Я ненавижу то, как работает коммутация в... Так, нет, стойте. Или все же нормально? Сейчас. Кик у нас должен бить... Нет, он должен нас бить в мастер. Сейчас я... Подождите, сейчас секундочку, я разберусь. Я просто запутал. Вот, да. И клэпы у нас не должны сочинить, ну, потому что будет тупо, да, их не будет слышно. Поэтому клэпы мы тоже отправляем, в принципе, на мастер. То есть, что у нас получается? В этом канале у нас играет, получается, только высокочастотная составляющая. Слушаем. Ни хрена не играет. Вот, это канал Примастер, где у нас все это только играет, да. И делаем здесь Volume Shaper. Попробуем сделать Sidechain Soft именно здесь. Посмотрим, что... Ну, только на всю не надо, да, а то херня выйдет. Супер, слушаем все вместе. Вот, по сути, мы получили уже, можно сказать, готовый луп. И я говорил про так называемый мастеринг. Давайте покажу, про что я имел вообще в виду. Что я хочу сейчас сделать? Я проведу компрессию и проведу эквализацию. Значит, помимо этого еще будет одна компрессия, которая будет компрессия параллельная. Оно обо всем по порядку. Значит, что я хочу сейчас в первую очередь сделать? Я хочу на данном... Я включаю здесь режим MS, отключаю link. Я хочу сделать его пошире, сам луп, да. Поэтому мы делаем здесь поднятие. Ну, давайте будем слушать, я буду делать. Что мне сразу попадается в глаза, так сказать, все еще мало верха. у клэпов. Попробуем этот верх получить. Опять clean tube. Опять вот... Вот. Вот это уже поинтересней. Отлично. Возвращаемся обратно к эквализации. Слушайте. Смотрите, еще очень часто, когда хочется сделать шире, все пытаются поднимать сайт вот наверху, да. Еще очень здорово может звучать подъем в районе полутора тысяч герц. Очень не сильный сайт составляющей. И это намного сильнее усиливает ощущение стерео. Я предлагаю открыть здесь сразу Proc-U3. И в Proc-U посмотреть, что у нас вышло. Только давайте мы отключим сразу вот эту хрень. Видим фактически свободный низ, но для пущей верности. Здесь все еще подрежем до 100. И можем добавить середины, которую мы потеряли, широкой полосой. Так, это low shelf. Я не то кручу, прошу прощения. Добавим здесь еще немного. Здесь давайте сделаем потише, наоборот, все-таки. Ну, в общем, как вы понимаете, это уже началась вкусовщина. Теперь давайте я перейду к компрессии. Открываем компрессор. Здесь сейчас еще хочу сделать. Я все это, ну, нужно как-то привести к какому-то общему знаменателю, чтобы ничего не вылетало. Делаем очень низкую атаку, автоматический релиз. И начнем сжать. Явно вот это вот громко. И очень сильно я все еще ощущаю его в реверберации. Ну, вот как-то усреднился у нас более-менее звук с шиной компрессии. Давайте теперь попробуем добавить во все это дело параллельной компрессии. Значит, сильно жмем, очень сильно жмем. Давайте hard. Ну, пока что так. Добавлять нужно очень аккуратно. Можно все вообще испортить. Делаем опять dry на 0. А wet gain делаем, ну, по вкусу, соответственно, слушаем. Слушаем все вместе. Правда, у нас тут еще теперь и кик вмешался в микс, во всю эту обработку. Ну, ладно, опустим этот момент. Мы все-таки говорили про топ-луп. Я думаю, что в целом, ну, вот если послушать. Получилось вполне себе неплохо. При том, что теперь вы понимаете, да, что мы, в общем-то, можем сейчас убрать какие-то элементы отсюда, добавить. И вы можете, например, в своем луп-пайке, да, сделать прям непосредственно вот этот вот, вот этот, скажем, луп, да, и сделать его без открытых хетов, без открытых хетов, например, да. То есть давайте мы сейчас отключим, например, открытые хеты. Вот, ну и так далее. Можете убирать какие-то элементы, какие-то элементы добавлять. Можете, например, вообще убрать отсюда клэп и оставить просто луп, который, ну, прям топ-топ луп. Вот, и на самом деле на все это дело есть спрос, поверьте мне, есть. И если вы научитесь все это делать хорошо, это будет здорово. Единственное, три важных фактора, которые нужно соблюдать. Во-вторых, не бегите сейчас делать эти лупы, научитесь лучше их делать, прежде чем их кому-то там толкать. Во-вторых, все-таки создайте сначала какое-то свое портфолио, чтобы можно было послушать ваши работы. В-третьих, делая лупы, вы должны обладать хорошим мониторингом, потому что если у вас плохой мониторинг, мутный мониторинг, неправдивый мониторинг, ваши лупы, вы не сможете просто сделать их звучание каким-то нормальным, ну, хотя бы более-менее адекватным для того, чтобы можно было с этим работать. Так что, поверьте, покупка наушников там за 10-15 тысяч рублей, она себя окупит. Зато вы будете делать хороший классный материал, на который будет спрос. И поверьте, наушников будет достаточно. За глаза будет достаточно, просто помните о том, что наушники немного привирают, расширяют стереополе, как таковое. Вот, и в наушниках вы, вот, ну, немного стереокартинка все-таки не та, которая есть в реале. Правда, существуют всякие плагины, которые из наушников делают мониторы. Имеется в виду, что они сужают стереополе таким образом, как будто бы вы работаете на мониторах, то есть вы более правильного воспринимаете. Но это все уже не про это видео, об этом во всем надо говорить в другой раз. Вот, но в целом наушники могут заменить мониторы. Поверьте, лучше купить хорошие наушники за, там, за 20 тысяч рублей, чем купить мониторы за 100 тысяч рублей, поставить их в своей, блин, сраной, неподготовленной комнате. В которой все будет шуметь, пердеть, резонировать, вылезет стоячка и вообще черти знает, что будет. Лучше начните с наушников. Вот, это мой вам совет. И это совет, блин, не просто совет, а не просто совет. Я знаю, о чем я говорю по своему опыту. Все, если было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал. Все ссылки есть в описании к видео. Вся информация, о которой я говорил, я все туда сгружу. Все, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok